Итак, соответственно, тема моего доклада это «Сказанное» или «Урок Мартина Хайдегера о современном образовании». Как, надеюсь, многие уже догадались, в своем названии, в моем выступлении заключен парадокс. Парадокс, который с необходимостью должен вызвать следующий вопрос. Что общего может быть между современной системой образования, в том значении этого феномена, как его понимают в наши дни в России, и немецким мыслителям первой половины XX века? Казалось бы, что фигура Хайдегера может дать современности? Несколько архаичной антологии этого философа уже расставлены все точки над «и». А, собственно, хайдегеровская методология уже более полувека не используется в философском дискурсе. Однако, при внимательном рассмотрении, именно в наследии Мартина Хайдегера можно обнаружить такие интенции, которые не только не были восприняты и по достоинству оценены современным интеллектуальным сообществом, но не восприняты они оказываются и по сей день. Что, впрочем, не только не ослабляет их действенные силы, а, скорее, напротив, переводит их в состояние чистой потенциальности, готовой излиться животворными потоками очищающей логики языка. Ставя проблему данного выступления таким парадоксальным образом, нужно уточнить следующее. Говоря о современности, о современном образовании, я имею в виду прежде всего категорию актуальности. А под актуальностью я понимаю вовсе не то, что сейчас массово обсуждается, а то, что остается в наименьшей степени решаемым ныне, несмотря на то, что именно на эти грабли постоянно наступают все основные векторы развертывания современной образовательной системы. То есть актуально не то, что уже решено и активно переливается из пустого в порожнее, а то, что представляет собой проблему для самого содержания высказывания. То есть актуальность – это настоятельность проблематики. Таким образом, парадокс, заявленный мной в названии, это не просто парадокс ради парадокса, а максимально точно сформулированная проблема данного краткого исследования, которая будет посвящена именно парадоксальной проблеме. Проблеме актуального, которая не желает признать своей актуальностью. В таком контексте разработки Хайдеггера относительно сказанного, высказанного или интонации сейчас предельно актуальны. Не в том смысле, что все об этом говорят, а в том, что именно такая постановка вопроса, которая была осуществлена этим мыслителем, может прояснить современную ситуацию, и в том числе проблемы образования. Однако, для начала, чтобы накопить критическую массу информации, чтобы двигаться далее, я обращусь к совершенно иной стороне вопроса, а именно новым формам образования. Думаю, ни для кого не секрет, что в последние годы все более и более распространяются новые системы получения информации, в том числе, это разнообразные видео и аудио лекции. Причем, как молодых прогрессивных преподавателей, так и уже общепризнанных виднейших профессоров России и зарубежья. Размещенные на образовательных ресурсах РУМЭТа или международной интернет-сети, такие в большинстве своем бесплатные курсы, позволяют интересующемуся студенту приобщиться к современной мысли любого уголка не только России, но и мира. Такие возможности, которые нужно отметить, активно используются современной молодежью, о чем можно судить хотя бы по количеству просмотров тех или иных лекций, ставят перед современной системой аудиторного, то есть классного, образования целый ряд проблем. Некоторые из них могут показаться незначительными, некоторые, напротив, очень важными. Но главное, то, что все эти проблемы гарантированно не решатся сами собой и требуют к себе внимания. Одной из таких проблем является появление возможностей сравнительного подхода к лекциям, ну, естественно, у студента. Теперь у студента есть шанс сравнить лекции своего преподавателя не только с лекциями, идущие у соседней группы или в соседнем вузе, но и с лекциями вузов разных городов России, а при хорошем знании языков даже с лекциями вузов всего мира. Это не означает повышение уровня ответственности каждого преподавателя, так как нравственная ответственность за читаемый лектором курс предполагалась в любой эпох. Но это говорит о том, что происходит выход данной проблематики на совершенно иной уровень, о котором я скажу чуть позже. Вторая проблема, также вытекающая из нового формата распространения информации университетского дискурса, это проблема времени или, если угодно, проблема темпоральная. С лекциями, размещенными в сети, можно ознакомиться в любой момент. В то время, как с лекциями аудиторного курса, только в то время, когда этот курс читается по расписанию вуза. Даже если предположить такую идеалистическую ситуацию, в которой студент исправно посещает все лекции в своем вузе, никто не даст гарантии, что за 4-5 лет обучения он ни разу не возьмет больничный, а значит будет вынужден часть лекционного курса пропустить. Из чего с необходимостью вытекает то, что студент может компенсировать данный пробел знаний, обратившись к образовательным интернет-ресурсам. Но составят ли эти лекции единое смысловое пространство с теми, что читает его преподаватель? Даже если предположить, что прослушанные лекции не будут противоречить позиции педагога. Это тоже весьма важная проблема, которую не нужно игнорировать, ввиду ее, на первый взгляд, незначительных следствий. Безусловно, эту проблему можно решить созданием собственных аудио- или видеокурсов в каждом конкретном вузе, но на поверку окажется, что это лишь отсрочит основное деструктивное действие данной проблемы, а не решит ее полностью. Еще совсем недавно средний студент, имеется в виду тот студент, который желает обучаться, тех, которые обучаться не желают, я не рассматриваю. Даже если он и читал ранее, еще до начала прохождения официального курса в вузе, какую-то книгу или учебную литературу, которую анализирует на уроке педагог, то он с весьма малой долей вероятности мог оказаться способен столь же глубоко проинтерпретировать источник, по крайней мере до такой степени, чтобы лекция педагога для него оказалась бессмысленной с практической точки зрения. За то, чтобы это не случилось, отвечала разветвленная система методологии, которая позволяла педагогу из текста получать именно легитимную систему смыслов. Сейчас же формат аудиолекции, к примеру, предполагает возможность того, что студент может ознакомиться не только с самим текстом, но и с несколькими наиболее выдающимися его интерпретациями, причем за весьма малое количество времени. Таким образом, этот студент способен, пусть и сугестивно, или если угодно пассивно, быть вписанным в методологическую модель современного научного знания и окажется даже в чем-то более удачной с научной точки зрения позиции, чем возможная позиция его педагога. К чему я это все веду? А, собственно, к следующему. В наше время знание, как чистая информационная сингулярность, темпоральная или локальная, не представляет, а вернее не должно представлять той же ценности, какую оно могло представлять еще не так давно. Теперь очевидно, что каждая книга, каждое говорение или речевой акт ее создателя направлены в сторону реальной или воображаемой аудитории, которая имела свое время и место, и которая в не меньшей степени вписана в каждый текст высказывания автора, чем, собственно, смысловое послание. Таким образом, вне этой обусловленности текст, даже элементарный текст учебного пособия не может и не должен нами восприниматься. А из этого с необходимостью следует нужда в интерпретации этого текста, или, если говорить еще точнее, то даже не в герменевтической интерпретации, а в том, что слабой Жижик он называет параллаксным видением, взглядом искоса. А Александр Смулянский, анализируя тексты как раз Мартина Хайдеггера, описывает как несовпадение термина с самим собой. За каждым высказыванием стоит что-то большее, и это что-то может быть грамотно вскрыто в учебном процессе только компетентным преподавателям. Именно так и должен происходить процесс современного обучения. Благодаря сети интернет, сейчас сама по себе информация не может быть конечной целью вузовского образования. Заучивание того факта, что какое-то событие когда-то имело место, или что некое означающее относится именно к некому означаемому, данные Мерила уже не просто не работают, что, думаю, очевидно, и не нуждается в комментариях. А они к тому же уже являются и нелегитимными даже для самого институтского дискурса. Таким образом, в современном образовании наблюдается парадокс отчуждения университета от самого университета, что в еще большей степени доказывает только что высказанную мной мысль о концепции Хайдеггера, когда термин или феномен не равен самому же себе, а содержит некий избыток, который может быть обнаружен лишь при применении определенной методологии. Это все означает, что знание как таковое на нынешнем этапе развития общества это не знание суммы фактов, а знание методов или ключей к каждому из этих фактов. И правильное использование и научение этой методологии не позволяет говорить о современном образовании, противоположность образованию предшествующей эпохи, эпохи энциклопедического знания, идущей еще от эпохи просвещения. Ввиду всего вышеизложенного встают следующие, возможно, главные вопросы относительно современного образования. Каким образом в современном университетском дискурсе должен быть рассмотрен текст в широком смысле этого слова? И каким образом возможна передача, обучение данному подходу к тексту? То есть встает вопрос об определенном дискурсе или группе дискурсов, которые должны так или иначе претерпеть на себе тенденции глобализации. И как в тигле плавильщика вырасти во что-то единое и новое. То есть в нынешней ситуации, как бы это ни звучало парадоксально, вновь всплывает старый вопрос Хайдеггера о способе высказывания, что и вынесено мной в название данного выступления. Ведь именно сейчас становится как никогда актуально затертая до дыр фраза, которую ввиду ее чрезмерно активного использования уже даже и не воспринимают. Я имею ввиду фразу Хайдеггера «Язык есть дом бытия». То есть в наши дни, возможно, особенно важным становится не просто «что говорится», но еще и то «как это говорится». В рамках современной глобальной зоны открытости образования через медиакультуру именно то «как что-то говорится», а не просто «что говорится», должно приобретать все больше и большее значение. Я имею ввиду не просто выработку единой терминологии. Эта процедура при всем ее благородстве не решит проблемы полностью. Ведь о неравенстве термина самому себе писал уже Хайдеггер почти век назад, в частности в ССО-линии. А после работы Жака Лакана вообще мало кому в научной среде приходит на ум биться головой именно об эту стену. Так что я говорю не о новом едином терминологическом пространстве, а о том, что вплавление своей речи в один из современных методискурсов позволит либо найти свое место в потенциальном сайте события, как определяет это Олег Бадьер, то есть оказаться способным быть там, где что-то можно будет осуществить. Либо же оказаться на периферии интеллектуальной области, а значит пребывать в счастливом неведении в области того, что Жак Лакан называл областью воображаемого. Так что от выбора способа изложения, от выбора способа речения, ракурса этого самого параллаксного видения зависит то, будет ли современное образование порождать силу в современной ситуации, или будет ее слабостью, инерцией и бессилием? Тут следует особо подчеркнуть следующее. То, что я говорю, имеет значение не только для научных изысканий в области гуманитарного знания, но, возможно, в еще большей степени для нас, музыкантов. Приведу лишь один пример из области композиторского творчества, дабы было ясно, что я имею в виду. Итак, если сводить к максимально упрощенной модели цель композиторской практики, то композитору важно не то, добьется ли он эмоционального отклика у публики или нет, а то, какими средствами он этого добьется. Написать, к примеру, золотую секвенцию или очень грустную мелодию, от которой расплачется даже матерый уголовник, сделать такое сможете, простите практически каждый. Но добиться столь же сильного воздействия совершенно иными средствами, средствами, которые еще не имели места быть, вот полюс притяжения композиторских исканий. Из этого следует пресловутое «как» это и есть «что». Безусловно, повсеместная глобализация внесла в постановку проблемы высказанного определенные коррективы. Но эти коррективы не столь затушевали, затушевали актуальность проблемы, сколько вывели их на более взрывоопасный уровень. Сможет ли современная система образования соответствовать самой же себе, сможет ли вписаться в действенную систему дискурсов или будет отброшено назад в прошлое, которое в его идиллическом виде, как думаю, очевидно каждому, вернуть можно только в области плохой фантастической литературы. Я не дам и даже не попытаюсь дать на эти вопросы ответа. Я лишь хотел обратить внимание на то, что в самой нынешней ситуации уже есть потенциал для решения ее проблем и ее преодоления. Подытоживая эту краткую работу, я бы хотел сказать, что в противовес макиявеллевскому утверждению о том, что будто бы цель оправдывает средства, можно констатировать, что теперь, как никогда ранее, именно средства придают ценность цели. У меня все. Если есть вопросы, я могу...